Привет! Покупая что-либо из комплектующих для сборки компьютера, я лично использую кэшбэк Letyshops, который возвращает мне до 8% с каждой покупки. Советую однозначно! Если тебе эта тема интересна, переходи по ссылке в описании. И снова привет! Как и обещал, в этом видео будем тестировать новую сборку за 900 долларов или 60 тысяч рублей, ну или 25 тысяч гривен. Но перед этим скажу пару слов о самом компьютере. Первое, это стабильность работы и к этому вопросу у меня претензий нет. Я установил за 10 минут Windows и накатал последние драйвера на все комплектующие. Это было сделать очень просто и по результатам таких манипуляций мой ПК стартует всего лишь за 11 секунд. Ну а что насчёт остальных комплектующих, то скажу так. К сожалению у меня нет хороших новостей для хейтеров и жидкостное охлаждение не протекает и уверен не протечёт. На рабочем столе такая водянка держит смешные 30 градусов и во время запуска игр максимум, что я видел это 52. А вот что насчёт видеокарты, то у меня тоже нет претензий. Такая видеокарта купленная мной сумела выдать всего лишь 64 градуса. Иное дело на что способна данная карта в тандеме с камнем i5-75-00. И я покажу вам на реальном примере на что способна такая игровая машина за 900 баксов. Что ж начнём. И первое ради прикола я решил протестить контру на ультра настройках в разрешении Full HD. И как бы да. Здесь особо нечего добавить 300 фпс. Это явно должны оценить люди с мониторами в 240 герц. По сути для контры данной видеокарты должно хватить лет так на 30. Ну а если вы спрашивали у меня какой нужен ПК, чтобы получить 250 кадров в контре, то вот вам пожалуйста получите. Стоп, а кто тут играет с левой рукой? Я. Я. А чё так, из-за чего? Удобнее. Вторым тестом я решил выбрать Rainbow 6 и конечно выкрутил самые высокие настройки, которые если я не ошибаюсь, у меня на 1050 Ti выдавали примерно 60 кадров. То в данном случае на этой сборке я вижу 120-140 кадров. Думаю, именно таких цифр вполне достаточно для комфорта. И можно спокойно не переживать за внезапные падения фпс, как это было у меня с картой 1060 на 3 гб видеопамяти. В этой же видюхе стоит 6 видеопамяти, и потому ультра настройки это её привычная среда для обитания. Едем далее и третьим в моём топ чарте будет разумеется PUBG, я решил не мелочиться и сходу выставил ультра настройки по всем показателям. И есть у меня для вас хорошая новость. Ультра текстуры, всевозможные дальние прорисовки и прочие вещи, всё это очень хорошо кушает видеопамять. И всё равно даже такие ультра настройки выдают стабильный 60 кадров, местами даже больше. Ещё раз внимание, 60 плюс на ультрах в PlayerUnknown's. Чётко. Если же понизить настройки до высоких, то можно увидеть даже стабильный 90. И ещё я специально проверил, сколько же нужно оперативной памяти, чтобы было всё чётко. Иначе кто-то мне сказал нужно 16, но как мы видим это не так и вполне достаточно 8. Пацан, успех ушёл. Не получилось, не фартануло. Ну а теперь что-то нестандартное и я решил выбрать Лару Крофт и проверить всё на ультра настройках. В результате можно смело заявить, что у нас полноценные 70 плюс. Конечно, местами можно увидеть понижение до 60, ну или наоборот поднятие свыше 80. Я в принципе уже давно прошёл игру, но только на средних настройках. У меня была тогда, по-моему, в то время GTX 950. И вот теперь, думаю, может перепройти всё-таки. Хотя, блин, какой смысл, если я уже купил женский Uncharted на плойку. Итак, продолжаем тестирование и время проверить Battlefield 1. Без вариантов, выставляем ультра настройки и наконец-то я увидел FPS больше, чем обычно на прошлых сборках. А именно, почти даже 90 кадров в секунду. Да, это ультра настройки в разрешении Full HD и очень хороший показатель в такой сборке i5 плюс 1060. Как бы особо тут нечего добавить, просто Battlefield 1 полностью оправдал мои ожидания. Друзья, думаю, ещё есть люди, кто не забыл о таких замечательных творениях, как Ведьмак 3. И потому у меня возникло желание также проверить данный шедевр. И я опять-таки прошёл эту игру уже в далёком прошлом и почти все квесты выполнил. Но, признаюсь, некоторые провтыкал, но сейчас не об этом. А именно, проверим сборку на запредельных настройках без Hairworks. Ну что ты скажешь, вам и так всё видно, Ведьмак 3 вообще не проблема для данного компьютера. Плюс к этому, обратите внимание, что процессор загружен на 60%. То есть, те, кто кричали, что i5 везде забит на 100, а тут же Ryzen, видите ли, на 60, то вот вам живой пример показателей на моём i5. И это не только в Ведьмаке, но и в большинстве подобных игр. Например, в PUBG тот же i5 загружен на 60%. В Tomb Raider не больше 50%. Поэтому, кто вам сказал, что Ryzen в играх лучше? Это большое заблуждение. Данный i5 в моей сборке, это оптимальный игровой камень для хорошей, среднебюджетной машины. Хотите быстро монтировать видео, за полминуты быстрее, то, пожалуйста, берите Ryzen. Какие ко мне вопросы? И в завершении давайте протестируем и поставим точку вопроса. Сколько же нужно памяти оперативной в такой песочнице, как Rust? Первое, что я делаю, это выставляю ультра-настройки в моей сборке на 8 GB оперативной памяти. И поначалу вроде даже всё очень хорошо. Мы видим 100 кадров, но внезапно начинают происходить мощные фризы. И тут я решил проверить. Достал ещё одну планку на 8 и добавил в мою сборку. После снова запустил Rust и прошёлся по той же карте. И как вы заметили, полностью исчезли те самые ужасные фризы. Да, конкретно в этой игре желательно налить 16 оперативы. Больше подобных игр я пока что не встречал. Но возможно ещё это первобытный арк тоже вроде как требует 16 оперативы. Но так в принципе на 8 вполне хорошо работают нормально оптимизированные игры. Потому что Rust это не оптимизированное говно. Пабги, карты тоже большие. Куча разных зданий, объектов, людей. И они при этом кушают не больше 8. Так что уж вывод конечно делайте сами. Ну что друзья, по сути больше нечего добавить. Скажу в завершении следующее. Если у вас есть бюджет 50-60 тысяч рублей, 25 тысяч гривен или 900 долларов. То я вам на живом реальном примере показал на что способна сборка за эти нормальные денежки. Это оптимальный ПК для работы, учёбы, рефератики делать. И вообще, вы можете конечно верить людям, которые делают якобы виртуальные сборки карандашиком. Но одно дело покупать комплектующие за свои личные бабки. И потом уже по факту делиться реальными впечатлениями. А иное дело это виртуальные сборки. Я готов обсуждать какие-либо спорные моменты только с людьми, кто вживую собирает компьютеры. Иначе виртуальные сборщики для меня это словно бомжи сидящие на помойке. И обсуждающие насколько же хуёвую Мазерати купил тот человек. И вот будь я на его месте, я бы купил, ну и так далее. На этом моменте думаю можно заканчивать. И по традиции всем моим зрителям желаю только добра и конечно же взвешенных покупок. Что ж, люблю, целую, удачи и до новых встреч на канале. Пока!